Восьмидесятилетний юбилей накануне отметила многопрофильная гимназия Покровска. Это учебное заведение самое старое в городе. В день рождения администрация и ученики принимали поздравления от гостей и вспоминали яркие моменты становления учебного заведения. Следует сказать, что за эти годы она прошла очень сложный путь. Были и героические, трагические страницы в истории школы, были и падения, и взлеты. Но в годы Великой Отечественной войны она выстояла, пережила разруху в свое время. И сегодня она своих выпускников, своих детей встречает уютной, приятной и обновленной. Покровский городской голова Руслан Требушкин выступил с поздравительной речью и подарил приятные подарки. Вы знаете, для того, чтобы вы и дальше радовали своих учеников и имели возможность дарить в более комфортных условиях, мы обсудили и решили вам подарить интерактивную доску, для того, чтобы, скажем так, более качественное было образование, было удобнее. И вот сейчас обсуждали сильные вещества в актовом зале, который, ну, как минимум требует капитального ремонта со спортзалом по памяти. Поэтому мы обязательно в следующем году заложим субвенцию, предусмотрим субвенции, капитально отремонтируем два зала спортивных и актов. С праздником вам! Мира, добра, удачи! А Левтина Жук, помощник народного депутата Украины Евгения Геллера, пожелала учебному заведению дальнейшего успешного развития и вручила современный мультимедийный проектор. Возраст школы меряется абсолютно негодами от теми людьми, которые выходят из этой школы. За 80 лет школа воспитала очень много достойных людей, достойных жителей этого города. И я надеюсь, те дети, которые сейчас учатся в этой школе, тоже получают огромные знания и тоже выйдут со стен этой школы профессионалами, будут учиться дальше, будут достойны этой школы, будут очень долго хранить в памяти те годы, которые провели в этой школе. И, конечно же, я сегодня хочу поздравить всех от имени народного депутата Украины Евгения Борисовича Геллера и, наверное, немножечко поддержать материальную базу этого учебного заведения. Сегодня мы дарим сертификат на приобретение мультимедийного проектора. Таким подарком от народного депутата Украины Евгения Геллера и городского головы Руслана Требушкина администрация гимназии была очень рада. Торжество по случаю 80-летия гимназии посетили и выпускники. Они не скрывали слез радости от встречи и с большим трепетом говорили об учебе здесь. В 49-м году я сюда пришла к 5-й класс и так и закончила ее. Конечно, воспоминания хорошие и болезненные. Хочется рассказать, конечно, много об учительском коллективе. Сейчас сказали о директоре школы Дьяченко Василия Васильевича. Он ушел на войну, но он вернулся в школу. Он был у нас преподавателем английского языка. На палочке ходил. Воспоминаю очень много. Зашли сюда, нахлынули они. Спасибо, что нас не забывают и пригласили. В 2008 году общеобразовательная школа номер один была реорганизована в многопрофильную гимназию. С этого времени начался новый период в ее истории. Многопрофильность помогает ученикам раскрыть свой творческий потенциал и определиться с будущей профессией. За это время гимназия выпустила 14 медалистов. С талантами учащихся гости праздника могли ознакомиться на выставке в честь юбилея и во время концерта. Многопрофильная гимназия в будущем планирует предоставлять своим ученикам еще больше возможностей для получения качественного образования и улучшать материально-техническую базу. А поддержка народного депутата Украины Евгения Геллера и городских властей будет немало этому способствовать.